И переходим к следующему. Это пошло, я все-таки отведу, это наука. Наука термин. Наука. От религии-то пошло, наука как вид деятельности, которая занимается герметикой. Которая что-то там делает, чтобы можно потом это было принять на практике. Три науки занимаются герметикой. Водать какие? Ну так или иначе его касаются. Физика. Физика или герметика? Ну так будет законно. Не математика, не физики, к сожалению, в прямом смысле. Ну к сожалению, у них просто есть четкие акселуны. Философия? Да, философия, я не знаю. Философия. Давайте я здесь буду сжимать уже. Значит, идея философия такая. Философия ставит картины мира. То есть, тот мир, в котором мы живем, это заслуга или, наоборот, вина у философов. Они делают картины мира. Есть целое направление философии, называется герметикой. Ну, просто называется герметикой. Но чтобы объяснить философию герметики, надо более поздние взять работы. Есть такие структуралисты. И идея структуралистов такая. Вот камера. Чтобы нам думать о камере, что нам необходимо сделать? Чтобы камера появилась у нас в голове. Что нам нужно сделать? Представим. В голове. Посмотреть. На что? На камеру. Что нужно, чтобы камера появилась у вас в голове? Посмотреть камеру. Нет, чтобы камера появилась в голове. Что необходимо? Необходимо слово. но необходимо слово камера. То есть необходимо что-то обозначить как камера, погрузить слово в голову, то есть это слово, соотнести с определенными признаками, и тогда только мы можем размышлять. Этот мир, говорят структуралисты, становится нам доступным посредством слов. Только тогда, когда мы что-то обозначили, мы начинаем об этом думать. Слово обязательно необходимого толкования. Герминефты занимаются толкованием слов, то есть изменением мира. То есть посредством герминефтики изменяется наш мир. Здесь и сейчас. Вот это происходит. Если убеждение, если герминефт опытный, его картина мира, его слова, изменимый слов, меняет мир. Вы понимаете, что этот стул, даже по Платону, сначала что было? Слово «стул» или «стул»? Сначала «стул». Наверное. Вот это именно. Сначала «стул» просто «слово» было. Да, теперь на море «слов» было. Если бы не было моря слов, чтобы стул со спинкой, там много-много чего, его бы просто не существовало в этом мире. Солнце. Солнце не существовало бы, если не было слово «солнце». Сносите у себя дачи. «Бобик». Это что? Что скажет «бобик»? «Капа». «Бобик» скажет «капа». А мы скажем «это «солнце». Вот философы. И здесь я дам три, наверное, фамилии. Это «шлейермахер». Это франкфуртская школа, да? Ну, это немцы. Два немца, один он француз. «Фриль». После «Ермахера» у нас будет «шлейермахер». Его работа так и называется «геномертика». Хорошая работа, ну, даже переведенная, более-менее понятная. Он и почему? Он, то есть, восемнадцатый, как, наверное, конец XVII века достаточно, он один из первых таких геномертий. Он ввел в оборот, в научный оборот, вот это слово «геномертика». Он из религиона толкователем. Он отсюда. Он интерпретировал священописы. «Шлейермахер». Следующее, это тоже немец Ганс Ганс. Ганс Гадамер. Недавно умер. То есть, это достаточно свеженький. Его не читал, так что рекомендовать не могу. Ну, ну, вроде все хвалят, говорят Гадамер, говорят «гуд», «гуд», «гадамер», «заргуд», «геномертика». И последнее, это пол, это вообще, но в стройку всегда вводят, это поле рекер. Поле рекер. Мы с вами идеи, ну, как мы, я вам буду давать идеи, из Шлейермахера. У Шлейермахера есть несколько хороших идей, например, это женская и мужская интерпретация, психологическое и драматическое толкование. Это у Шлейермахера очень хорошо все описано. Читать я вам запрещаю это все, я вам буду сам рассказывать, что вы мне в этом не поговорили. Вот, шучу, не надо читать. То есть, вы занимаетесь тем, чем вы обычно занимались все эти годы. Ничего не делали. Сидели на кафедре и слушали печеньки, пили печеньки, да. Следующая наука, которая занимается германевтикой, это филология. Ну, филология – это филус, да, любовь, а лобус – закон. Любовь к слову. Конечно, германевтика. И тут есть хороший автор, слава богу, наш отечественный. Ну, как слава богу, ну, чтобы пытательства было немного. В случае хорошей фамилии, хорошо вспоминается, всего лишь Богин. Ну, слава бог. Георгий Богин. Он филолог, и то, что так у него работа, незамысловатая, называется германевтика филологии. А, нет, филологический германевтик. Ну, хорошо, ну, хорошо. Ну, например, он ввел такое понятие, как второй текст. Идея такая. Вот я сейчас вам говорю текст, а был первоначальный текст, который зашифровал свой текст, и вы должны его расшифровать. Чтобы увидеть ваш текст? Да, чтобы понять его первоначальный текст. Вот он так. Ну, он хорошо обрисовал. Ну, на примере он рисовал литературное произведение на стихотворении. В стихотворении же не прямо говорится, как, например, в лесу родилась елочка. Понятно, что елочка не может родиться. Не выкидыш, ничего не может быть. Елочка растет. Вот. Нам надо интерпретировать автора. То есть понять его первоначальный, первый текст. Ну, это филология. И последнее, многострадальное, это у нас из науки. Как слышали? Филология. Третья такая. Юриспруденция. Юриспруденция занимается криминетикой в одном аспекте. Вы все проходили теорию государственного права. В теории государственного права есть раздел. Как называется? Связан с геронетикой. Толкование. Толкование. Ну, это и есть. Вот. Николай Георгиевич Вопринка. Здесь преподавал, не преподавал, я хочу назвать геронетику. Толкование. Толкование права. Также в нашем вузе есть Гаврилов Дмитрий, мой одногруппник, написал его диссертацию по геронетике. Подолкование права. Конечно, недостаточно. Пока все, жалоба, что это все пока только в теории государственного, в теории права. Но моя задача, одна из моих задач, перевести это из теоретического уровня в практический. Потому что я и так сейчас что-то про теорию слишком сделаю. Пожалуйста, вот три налоги, которые изучают геронетику и дают нам инструмент, инструментарий. Пожалуйста, есть вопросы. А какие авторы в Юрис Боленце существуют, которые, например, были в Курисе? То есть, это элина, философия, филология. Мы писали авторы. А при Юрис Боленце, это элина. Ну, вот у Гаврилова я знаю. Больше никого нет. То есть, из таких интерпретаторов... Дело в том, что, знаете, я просто не стал ругаться, не хотел. Просто вы меня вынуждаете. Теория государственного права угробила эту интересную науку. Потому что в свое время, я сто раз это рассказываю, когда Николай Николаевич, и потом, ну, приобрели другой у нас эту дисциплину, когда он стал быть толкованием, знаете, я очень волнушивился. Сейчас будет что-то такое, что я начну понимать его. Он рассказал, и я понял, что я не начну понимать его. Ну, я подумал, ну, тупую и тупую, ладно. Потом я прочитал через 30 лет, я тоже понял, что там понимать нечего. То есть, ничего практического там нет. Теория государственного права. Да, у тебя государственного права, оно очень... Ну, как... Все время слово «засрана». Как... Ну, что там поиспогами. Да. Она очень-очень много... Хотя толкование одна из самых практик... Я бы из всего там оставил вот только толкование. Из всей теории. Хорошо, спасибо. И последнее... Последнее у меня стрелочка куда? От «Юстуденцы». Но есть... Ну, был один человек. Он жив. Я надеюсь, вам его повезти. Этот человек юрист. В Красноярском университете он учился. И работал в своё время. И он сделал страшное. Он сделал так, что гермоневтику можно, стало можно применить в жизни. Это, конечно, строит опублик. Такое не бывает. Потому что теория всё забыли. А он сделал процедуру. Он придумал процедуру, проходя по которой вы начинаете понимать текст. Вот так вот. Он сделал технологичным. Это Юрий Юрьевич Юрьевич Юрьевич. Он... У него, по крайней мере, его монографии. Вот эти... Вот это... так вот. So... So... Продолжение следует...